Сегодня опять говорим про цену биткоина, и я надеялся, что мне не придется делать это видео. Две недели назад, когда я говорил про Вайков Аккумуляшн Паттерн, этот медвежий хоррор сценарий, вы скорее всего помните это видео, давайте покажу вам по-быстрому. Это было две недели назад, постил его 22 апреля 2021 года. Это было видео про Вайков Аккумуляшн Паттерн, набрало уже больше сотни тысяч просмотров. Я надеялся, что все это останется теорией. Я надеялся, что все это не воплотится в жизнь. Но что если я скажу вам, что биткоин с последним дампом идеально следует паттерну, про который я говорил, этому медвежьему сценарию? И вопрос такой, что ты делаешь со своими трейдами, Крис? У меня в общем-то три очень прибыльных лонг-позиции, и я все их вам покажу. Также покажу вам, где я собираюсь выводить прибыль, чтобы убедиться в том, что если этот сценарий придет, я смогу нормально выйти. Даже скорее продолжится, потому что он уже играет. Покажу вам одну линию, которую мы должны удержать. Одну линию, про которую можно будет сказать, что если мы ее удержим, больше ничего не важно. Если мы ее удержим, то скорее всего мы увидим сотню тысяч до следующего месяца. По крайней мере 75. В общем, давайте переходить на графики. Расскажу об этом видео, которое я сделал две недели назад. И, конечно, о том, что я сказал тогда. И смысл сегодняшнего видео такой же примерно, как и этого. Тогда мы были близко к 60 тысячам, и люди говорили, что я с ума сошел. Но я сказал вам, что я и сам особо не верю в этот сценарий. Но пока есть такая вероятность. Я буду одним из тех, кто расскажет об этом. И, по крайней мере, предупредит про этот потенциальный сценарий. Вот что я говорил перед тем, как перейдем на графики. Когда мы видим паттерн, который идеально... Идеально повторяет книжный паттерн от Вайков. Тогда я просто обязан об этом рассказать вам. Особенно учитывая то, что я говорил до этого. Биткоин только что подтвердил последнюю фазу буллрана на 20 тысяч. Да, забавно получается. Показываю видео, где я показываю видео. Итак, 6 августа я использовал бычий Вайков аккумуляшн паттерн, который показывал рост, чтобы спрогнозировать памп. От 11 тысяч до 20 тысяч. И через несколько недель я использовал обратный Вайков аккумуляшн паттерн, чтобы спрогнозировать совершенно противоположное. Так что для начала давайте перейдем на графики. И у нас тут самый короткий промежуток времени. Как видите, мы пробились вниз. У нас тут восходящий клин. Медвежья цель была прямо здесь. И мы почти достигли ее. И в момент, когда мы опустились, мы ушли еще ниже. И биткоин выбросил еще больше денег. И я, кстати, один из таких. И прямо сейчас мы формируем... И да, один из моих четырех трейдов остановился с большой ублью. Итак, один из этих восходящих треугольников должен пробиться вниз. И это и случилось, ребята. Мы пробились вниз. У нас было 5 точек касания даже на часовом графике. Мы пробились вниз. Итак, какая же будет цель из этого прорыва вниз? Но тут нет объема, и я не говорю, что мы 100% до него дойдем. И да, мы еще перейдем к Вайков. Подождите немного. Так, это самая консервативная цена. И это создаст низкий минимум для биткоина. Но пока что этого не сыграло. Но вот на чем я хочу сфокусироваться. Это Вайков паттерн. И огромный-огромный дисклеймер. В данном случае я растянул его немного. Обычно он шел где-то так и так. Но поскольку консолидация была дольше, я немного его растянул. И наблюдать мы будем от этого до этого момента. Я не менял саму структуру этого паттерна. Особенно если перейти на сам книжный паттерн Вайков. Как видите, выглядит он точно так же. Единственное, что я говорил, что может нас спасти, это фаза Ди. Фаза аккумулирования на предыдущей поддержке. И она все была длиннее и длиннее и длиннее. И сейчас все не идеально сыграло, конечно же. Мы даже не достигли ее, по сути. Мы все еще можем уйти ниже и дойти до нее. Но только в случае, если мы дойдем до нее, это подтвердит паттерн. Потому что здесь у нас предыдущая поддержка. Которая все еще и является поддержкой. Где-то между 42,5 тысячи до 45 тысяч. И да, ребята, я еще поговорю про свои цели. Но это видео нужно для того, чтобы показать вам один из возможных сценариев. Потому что если я не подготовлю вас... И да, сейчас намного популярнее говорить именно про медвежий сценарий. А я говорил про это еще на 60 тысячах. Если я не говорю об этом, я чувствую, что не до конца выполняю свою работу. И да, я еще покажу вам свои трейды. И все, что я делаю, по сути. Все стороны моей работы. Но об этом паттерне тоже нужно поговорить. И давайте напомню вам, что я делал здесь. Рисовал эту линию тренда в 11 лет. И огромное спасибо Моу. Он показал мне это несколько месяцев назад. И возможно, стоило ее расценивать более серьезно. Но я все еще не думаю, что бычий рынок закончен. Но все же, в 2011, когда мы дошли до этой линии, начался медвежий рынок. В 2013 то же самое. В 2017 опять медвежий рынок. И сейчас мы опять достигли ее. Но в этот раз мы можем сказать, что все по-другому. И все это за счет монетарной политики Федерального резерва. Именно поэтому я думаю, у нас все еще просто коррекция. И мы увидим цены еще на порядок выше. Буквально в следующие месяцы. Я не думаю, что бычий рынок закончен. Я уже говорил это, и я все еще так думаю. Если смотреть только на графики и отбросить все остальные факторы, нужно признать правду. Чисто на графиках все выглядит супер-медвежье. Мы росли несколько месяцев, были только зеленые свечи. Сейчас у нас коррекция, и мы идем по паттерну вайков. И при этом мы достигли 11-летнего сопротивления. Сопротивление в 11 лет. Биткоину в принципе 11 лет. Так что это общее сопротивление. Поэтому это именно та вещь, на которую, по крайней мере, стоит обратить внимание. И да, ребята. Когда я показывал вам этот график, я не говорил, что бычий рынок уже закончился. Но вот что я сказал. У нас может быть сопротивление. И именно это и случилось. Так что давайте все-таки посмотрим на этот медвежий сценарий. Что должно случиться, что бы сыграл этот вайков. Итак, мы сейчас находимся на дневных свечах на биткоине. И прямо сейчас дневные свечи подтверждают прорыв. Итак, что я тут делаю? Не идеально, конечно, но соединяю тела свечей здесь. Сопротивление, поддержка, поддержка, поддержка. Здесь прорвались. И прямо сейчас подтверждаем прорыв вниз. И какой же это может быть паттерн? Либо М-паттерн, либо перевернутые голова и плечи. Давайте будем считать, что это М-паттерн. Будем считать, что это М-паттерн, и растянем все отсюда и досюда. И что, если я скажу вам, что этот прорыв приведет нас примерно... Так, нет, так я неправильно нарисую. Нужно приблизить, потому что цена получается другой. Вот так. С самого верха фитиля. Прямо до самого низа. И что, если я скажу вам, что этот прорыв вниз приведет нас примерно до... Сейчас, секунду. До 35 тысяч долларов. 34-33 тысячи долларов. Это будет наш высчитанный прорыв вниз. И что же должно случиться, чтобы я начал забирать свою прибыль? И именно в этот момент я и покажу вам свои трейды. И надо бы присесть, а то я что-то стою долго. И так, вот и мои трейды. Это мой первый трейд на Фимекс. Осталось всего 61 тысяча долларов прибыли. И когда же я собираюсь выходить из этого трейда? 33 миллиона долларов. Также есть трейд на Байбит. Он на порядок прибыльней. 300 тысяч долларов прибыли. Потому что зашел я в него на 38 тысячах. И это же моя цена ликвидации. И так, когда же я выйду? И если у вас есть такой же трейд, вы тоже должны выйти со мной. И так, давайте покажу вам, где я собираюсь выходить. И для этого я буду использовать этот график. Давайте перейдем на недельные свечи. И я покажу вам самую-самую важную. Среднюю скользящую, про которую я уже говорил до этого. Вот она оранжевая. Это линия на песке для меня. В момент, когда мы закроемся в воскресенье, ниже 46 тысяч долларов. Когда мы закроемся ниже, это будет огромный индикатор медвежьего рынка. Мы никогда не закрывались ниже в 2017. Однако такое было один раз здесь. Но это был конец уже медвежьего рынка. Точнее, медвежьего тренда. Так что нужно быть немного осторожней. Но в целом, помимо этого одного раза, это был отличный индикатор, которому, когда мы опускались, после этого мы резко взлетали. Опускались и затем взлетали. И тут то же самое. И такое случалось здесь уже семь раз. Мы семь раз доходили до этой оранжевой линии. И каждый раз после этого мы взлетали. И то же самое здесь. Мы опускались и взлетали. И снова, и снова. Но сейчас мы опустились, и вопрос, что будет дальше. Либо памп, либо начало медвежьего рынка. Итак, если мы закроемся, хотя лично я не верю, что это начало медвежьего рынка, но я должен об этом рассказать. Если мы закроем недельную свечу ниже, по крайней мере, с торговой точки зрения, я заберу прибыль. И буду ждать, пока рынок расскажет мне, что делать. Потому что я либо лонгую, либо жду. И если у нас маячит медвежий рынок, я лучше подожду, пока все не устаканится. Но пока что мои трейды открыты, но пока что я ничего не страховал от падения вниз. Но я определенно сделаю это, и я должен вам об этом рассказать. И да, ребята, также я хочу напомнить вам, если тоже хотите торговать, обязательно забирайте свои бонусы. Если еще не воспользовались, чего же вы ждете? 4520 долларов. Если спуститесь вниз до описания, кликните по ссылке, сделаете свой аккаунт, займет секунд 10, и после вашего депозита, по всем этим ссылкам из описания, вы получите 4520 долларов. С 22х левераджем. Хотите шортить, шортите, хотите лонговать, лонгуйте. Но изучайте все сами. Но использовать вы можете только бонус. И по сути торговать бесплатно. Получается трейд на сотню тысяч. И все это бесплатно, просто по ссылкам в описании. Можете забрать свою прибыль из этого бесплатного трейда. Но, конечно же, вам нужно быть прибыльным трейдером. Но если еще не использовали, чего же вы ждете-то? Спускайтесь вниз и забирайте. Вы получите бонус, и мы получим. Большое спасибо за просмотр. Если вам нравятся такие видео, оставляйте свой фидбэк, ребята. Также в комментах пишите свои мысли. И да, также поделитесь видео с друзьями. Покажите им этот ужасный сценарий, про который я говорил еще три недели назад. В общем, делитесь, ребята. Большое спасибо за просмотр. А мне нужно ответить на телефон. Поэтому, как обычно, ребята, как обычно. Пока-пока.